Всем доброе утро! Последний воскресный день этого лета. Желаю всем хорошего настроения. И мы идем отмечать его по полной программе. Оторвемся сегодня на всю катушку, потому что завтра утром рано мы уже улетаем. Поэтому сейчас идем к морю, будем плавать в бассейнах, кататься с горок. В общем, все, что обычно делают в последний день отпуска, сегодня мы постараемся по полной программе наверстать. Мы уже позавтракали, так что теперь бежим вот туда. Мы идем на море, но обычно мы не плавали в бассейнах. Но так очень редко. Мы с Антошкой один или два раза только катались с горок. Вот. Все-таки море это самая лучшая вещь. А сегодня все-таки сходим. Вот там вот обмен полотенец, поэтому мы сейчас их обменяем сразу на чистенькие и сухие. И пойдем поплаваем. А уже на обратном пути, когда мы с Антоном уже после обеда накупаемся, наплаваемся, пока наш папа будет с Дашей спать, уже обменяем их на карточки, которые нужно будет сдать при отлете. Уже целую очередь выстроилась на обмен. И так же народ уже выстраивается за пончиками. Даже странно. Завтрак только закончился, и через полчаса прям уже все бегут. Здесь вот тир. И сейчас люди там выстраиваются, занимают очередь друг за дружкой пострелять. Детки катаются с горок. Мне вот здесь очень нравится вид. И вообще, знаете, что мне нравится? Что отель находится, территория отеля находится как бы в такой лесной или парковой зоне, кругом хвойной. И такой хороший чистый воздух, очень легко дышится. А вот здесь вообще красиво, особенно фотографироваться. Здесь, если делают в отеле фотосессии, то вот одно из мест, куда приводят людей. Потому что, смотрите, вот эти камешки очень здорово смотрятся. Вид на море. Вот там всегда какой-нибудь парусник и зелень. Очень красиво. Я уже говорила ранее, что для Болгарии вообще большая редкость наличие большой территории. Как правило, отельчики, они либо в городе расположены, если на первой береговой линии, то прям вот уже на песке, рядом море, а сзади проходит дорога. Здесь все совершенно по-другому. То есть это отель с крупной такой территорией. И они благоустраивают ее, периодически расстраивают. И мне все это очень нравится. Мы, кстати, когда 4 года назад выбирали, куда поехать, нам порекомендовали этот отель. А потом уже, когда мы снова хотели поехать в Болгарию, я пришла в то же самое турагентство, девушка мне говорит, а я даже не знаю, что вам порекомендовать еще лучше. То есть больше территорий в принципе не бывает. Я люблю, когда большая территория. И, конечно же, с Турцией это не сравнится. А для Болгарии эта территория считается чуть ли не огромной. Посмотрите, какой красивый цвет у моря. Ну, чем не Средиземная? И сегодня она, смотрите, опять чистенькая. Вот здесь просто полоска такая. Это трос, которому цепляется кораблик, яхточка. Сейчас она просто уплыла. Вот, на прикол ставят. Поэтому немножко она оттенкой обросла. Так же, как и камешки. А так сегодня море прям прозрачное. Сегодня что-то полный аншлаг. Так, в воскресенье народу прям очень много. Сегодня очень жарко. Класс. Мне задавали вопросы по поводу дна морского. Что там, галька или песок? Это мелкий песок, как видите. И все дно такое. И вход в море очень пологий. Что очень хорошо и удобно для детей. Посмотрите, как далеко. А люди еще стоят только по пояс. Здесь отличный пляж. Все как мы любим. Песчаный и с пологим ровным ходом в море. И, наверное, метров 40 где-то от берега. Идете, идете, идете. И все еще мелко. Получается, что пляж отеля находится как бы в такой небольшой бухте. Поэтому здесь нет сильных волн. Вот видите, там ограничивается она таким берегом из камешков. И вот здесь. Вот здесь, кстати, вот эта посудина, которая плавает по морю с названием Делфин, за 10 левов с одного человека может отвезти в Несебр. Прямо по морю. 4 года назад мы пользовались такой услугой просто ради интереса. Сейчас мы, конечно, ходим пешком. Ну, было здорово, да, Тош? На кораблике проплыть. Себя немножко покажу в море. Каких-то гусениц они там нашли. Чудные. Играем на берегу в песочек. Смотрите, какой бассейн ребят рядом вырыли. Сейчас заполняют его водичкой. Посмотрите, наше строение напоминает ракушку. Кстати, спрашивали у меня в комментариях про контингент в отеле. Наверное, процентов 60 это немцы. Русские. Тоже встречаются не так много, но есть. Украинцы, поляки, французы есть. Ну, прям совсем единицы. Итальянцы. И болгары. Да, много болгар здесь. Решили перед обедом прокатиться с детских город. Да. И, кстати, да. Антон убедился вчера и сказал, что здесь действительно вода соленая. Бултыхнулся и немножко, видимо, хлебнул. И посмотрите, поменяли воду. До этого она была прям зеленая, видимо, зацвела. А сейчас у нас снова прозрачная. Сейчас ребятки мои поедут. Вон Антоха. Ему прям так и хочется, чтобы Даша скатилась с горки. Но поскольку она маленькая, поэтому с ней папа поедет. Вон он наверху, наш дружок. Еще раз поехал. Горка, которую Антоха решила освоить. Хотя мы на ней несколько дней назад уже катались. Вот эта горка. Опа, поехали. Супер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как мы их называем, они прям реально у меня уменьшились Видимо из-за того, что много ходили И я старалась очень-очень много плавать Все, я спускаюсь, чтобы не травмировать людскую психику Пока камеру выключаю На меня уже столько глаз смотрят Друзей своих я нашла возле бассейна Вот они они у меня Без солнышка загорают, мама ждут Да, кстати, помимо плавания и ходьбы Я же еще вот на этих тренажерах занималась И сейчас я тоже туда иду Ребята решили минут 5-10 покачаться на качелях У нас еще половина восьмого Так что время позволяет, ужин до девяти А я пока позанимаюсь, почему бы и нет Хотела сегодня еще показать Пока буду собирать чемодан Что же из розовой косметики я купила с собой домой Но понимаю, что уже по времени я просто физически не успеваю Мне нужно по-быстрому все это закидать И потом освещение уже все, видите? Никакое Хорошо, хоть я успела снять видео о пустых баночках Солнышко уже все село и смеркает Так что сейчас стемнеет Поэтому покажу все по приезду Вернемся, буду разбирать чемоданы И тогда все увидите Снаружи вам ни разу не показывала Мы сейчас стали завтракать, обедать и ужинать Вот на этой открытой веранде Террасе На первом этаже Как раз-таки там внутри очень сильно работает кондиционер А вот тут намного приятнее И потом смотришь на бассейн И все это красиво Даша помогает мне паковать чемодан Дашуль, рано еще пока мою косметичку туда класть Она мне еще пригодится, дочка